Пасторальные картины на въезде в Самару могли бы быть идеальными. Солнце, козы щиплют свежую травку, рядом журчат воды реки Подстепновка. Лет 20 назад, вспоминают местные жители, так оно и было. Здесь осенью, когда было очень много уток, очень многие люди с детьми приходили и любовались этими утками. Здесь и нутрии были, в общем, живности очень много было. Речка была прекрасная, и купались здесь, и вообще вид был великолепный. А сейчас, как видите, болото к болотам, и осталась лужа от болота. Река обмелела, заболоцилась, а кто-то, вероятнее всего, зимой и вовсе сбросил сюда покрышки от автомобильных колес. В итоге и без того страдающая обезвоживанием речка стала их хранилищем. По поручению главы администрации города Олега Фурсова водоем начали очищать. Самым трудным оказалось убрать покрышки с середины реки. Когда мы сюда вчера приехали посмотреть объем работы, то один человек у нас даже чуть не провалился, веревками вытаскивали, провалился по поясу. И прям засасывает, озеро превратилось в болото. Поэтому мы сейчас применяем кошку, применяем различные представления, чтобы подобраться к этим шинам. Буквально за полчаса рабочие приноровились безопасно выуживать шины из воды. Водоемы сбавили от мусора всего за один день. Если ранее у нас все покрышки на полигонах захоранивались, то сегодня у нас есть возможности на мусороперилучной станции, куда эти покрышки уедут, в последующем они пойдут на утилизацию. В ближайшее время привести в порядок должны еще одно озеро на въезде в город – Банны. Поручение департаменту благоустройства также дал глава администрации Олег Фурсов. У нас вот эти видовые озера, они должны быть украшением, конечно, города. Тем более мы готовимся к чемпионату, люди будут въезжать от шести сторон в Самару, и мы эти жемчужинки должны приводить в нормальное состояние. В этом году на очистку водоохранных зон предусмотрено почти 16 миллионов рублей. На эти средства приводят в порядок берега и острова Волги в границах города, а также реки Самары и Татьянка. Марина Матвеевична, Константин Головин. События. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова